здравствуйте друзья вопрос с утречка добрый день михаил и светлана подскажите пожалуйста каковы перспективы переезда в сша москвичей в возрасте жены не 40 мужа 50 и ребенок 8 класс то есть лет 15 до муж выиграл green card деви 17 то есть скоро могут приехать там вот обдумываем возможности переезда у нас москве все есть квартира машина работа хорошо единственная муж недоволен политической обстановкой и отсутствием положительных изменений в стране на ближайшие годы плюс на горизонте пенсия и и перспектив ноль а я от политики далека любимый супруг рядом и хорошо дом полная чаша в общем и целом дай бог всем так жить как мы мне 40 лет у меня есть два образования высшая педагогическая учитель начальных классов и высшая экономическая маркетолог опыт работы очень разнообразен от учителя секретаря пиар-менеджера до начальника экономического отдела в связи с кризисом так получилось что последние три года занимаюсь репетиторством по математике с 1 по 9 класс уже втянулась в работу на себя получая реальные деньги за свой труд хорошо и мне очень приятно видеть результат моей работы работать на кого-то уже не хочется но в москве уж точно вопрос при эвалюации дипломов какой будет более перспективен в сша английский у меня так себе сейчас активно учу реально ли устроиться в школу со слабым английским пусть на самого обычного помощника учителя или substitute teacher или мне лучше двигаться в сторону маркетинга по работе и каковы шансы устроиться мужу на работу по специальности язык слабоват мужа 50 лет высшее образование киноинженера всю жизнь работает на телевидении начинал на масс-фильме сейчас работает два станки на режиссер видеомонтажа знание программ final cut или adobe premiere pro soundtrack adobe audition adobe after effects и так далее программы все на английском он в них как рыба в воде ну естественно буду рада если разберете нашу ситуацию и перспективы иммиграции надо любить иммиграцию в себе а они себя в иммиграции давайте и тогда все получится есть два типа иммигрантов значит одни считают что они своим присутствием осчастливят эту страну это им обязана еще до того как они приехали вот есть другой тип который говорит я обязан этой стране я хочу этой иммиграции значит она дает мне шанс в этой жизни это далее вот у этих все получается это вы можете спросить себя как так получается вот одни приехали и потом драк раз вдруг и вернулись а другие приехали и и все у них хорошо и они даже и в мыслях нет никуда возвращаться а это было известно до того как они куда-то поехали это было известно в тот момент когда был дан ответ на вопрос кто кого значит там осчастливил поэтому надо не выпендриваться значит чтобы хорошо все было потихонечку так вот все что твое все будет твою твоим никто не отнимет знаете из такой анекдот как радио там где-то радиослушатель ванов там ну пусть будет из уфы спрашивает что такое апассионата отвечаем не выпендривайте старе щиванов этим поэтому это я так я все шутки давайте по серьезному есть фундаментальный принцип который надо понимать когда вы едете скажем другую страну вы не меняете место работы через дорогу понимаете то есть вы не можете выбирать в эмиграции вот так как вы выбираете при переезде на соседнюю улицу или там при смене места работы на соседнюю улицу а какие мне будут обязанности а сколько мне заплатит а как часто у вас перерывы какой продолжительность и так далее это не иммиграция совсем из другой оперы вот поэтому значит давайте мы сможем сначала ему проще потом будет потому что он мотивировано у него есть мотивация он знает почему он хочет уехать ему будет проще отнестись к каким-то временным там ну не знаю неудобством легче их воспринять то меня или вообще не обращать внимание или даже так больше получать удовольствие от того с чем он столкнулся а не с тем чего на себе намечтал до тугу я могу сказать подавляющее большинство того что вы себя намечтаете до тугу не состоится поэтому все все что дальше произойдет это вопрос вашего отношения к тому что не состоится то что вы намечтали вы можете сказать реальность настолько прекрасно что я даже мне даже смешно что я что-то себе давно мечтала а можете сказать реальность настолько безобразно она так сильно отличается от того что я намечтала поеду-ка я домой там где у меня все было полная чаша значит так немножко философски мы с вами значит муж у обоих есть проблема состоящая в том что они нездоровы по английски и все таки если вы хотите приличную работу интеллигентную так значит вы должны все таки соответствовать некоторым образом поэтому есть такие работы где по-английски надо говорить хорошо не имеется ввиду что вы должны говорить без акцента не имеется ввиду что вы должны говорить исключительно грамотно не имеется в виду ничего такого но но во всяком случае вы должны объясняться более-менее понятно с любым акцентом ничего вас поймут тем более стичек хорошо там что-то умеет делать я понять ними а видео монтаже монтаже как он делается в сша в каких организациях больших маленьких там и так далее может быть вам правильнее там в лос-анджелес куда-нибудь ехать ближе к голливуду а может быть есть конторы которые этим уже занимаются там в рекламных агентствах там и еще что-то абсолютно всюду я не знаю честно я я понятия не имею где и в какого машина географически и в какого плана предприятиях люди могли бы этим пользоваться но если он умеет это делать есть спрос на это дело то безусловно он там свое место найдет это не вопрос это может не произойти сразу да это может не произойти сразу может получиться так может получиться так что ему придется начать с какой-то очень низовой позиции и потом допустим подняться на тот уровень на котором он сейчас находится в профессии не не мгновенно и есть люди которые это болезненно переживают у меня например в школе есть студенты которые серьезные специалисты в своем деле и они когда приезжают вот сюда из-за химик биолог там фармацевт не знаю ему предлагают какую-то работу но она абсолютно не соответствует его уровню квалификации и ему проще пойти переучиться куда-то чем вот в своей профессии чувствовать себя там где-то не на правильном месте поэтому дел такой но во всяком случае он должен быть абсолютно готов к тому чем что он может заняться чем-то еще другим и занятие чем-то другим может совершенно не обязательно быть безрадостным или каким-то там я не знаю это вопрос отношения я могу сказать что если вы за этот год который у вас есть значит более-менее подтяните английский и у него не очень может быть получится там я не знаю с этим с видеомонтажом ну я в конце концов ну тестер из него можно сделать причем он же технический парень он продвинутый пользователь господи боже мой он он прекрасно может тестировать ему еще там 15-16 лет до пенсии вы чего нет целая жизнь производства впереди значит теперь мы смотрим на автора письма ей 40 лет еще молодая женщина господи она себя немножко знаете она немножко загоняет в неправильный какой-то такой формат у меня все есть мне хорошо я никуда не рвусь я так вот я при муже там так у меня в общем когда тебе 40 лет когда тебе 25 лет до пенсии ну может быть там ей 15 где она сейчас живет но вот у нас тут 25 26 27 лет до пенсии целая жизнь производства плюс детки подрастут детки не будут вечно в том возрасте в котором они сейчас есть значит сколько у них мальчику 15 через пять лет то чё она будет делать вот вот не надо больше забудет сам мальчика может быть и через три до мальчика лошадь поедет конь лос-анджелес или там куда и нету я знаю куда он поедет вот и все и отрезанный ломать значит а мамки ты что делать а мамка в самом расцвете сил там 43 года господи так поэтому начнем бы на ее месте не списывал бы себя и не ограничивал бы себя исключительно семьей там любимым можем там и мальчиком который скоро из семьи уйдет вот вот это путь у нее пока что я скажу так с осложнениями серьезными то есть она на нем останется уже эти осложнения никак бы впереди хорошо просматриваются с другой стороны человек адаптивный тут учился там учился этим работал тем работал то есть абсолютно она легкая такая на перемены на самом деле вот и даже вот иммиграция на этом я в принципе нормально но если мужу комфортно я с мужем куда хочешь могу пойти вот то есть в принципе человек с колоссальным не дюжинным вот мне нравится слова не дюжинным потенциалом тоже английский конечно надо поднять все силы бросить на английский все остальное такая ерунда вообще чего там делаете английский вот у вас есть год приведите в нормальное состояние по максимуму без всяких скидок себе вот и расчетов на то что как как-нибудь потом что-то такое произойдет непонятно как пойти вот без этого и собственно черт и я-то честно говоря вот я вижу могу маму да вот если супругу я я вижу ее прекрасно скажем тем же тестером вот у меня допустим если бы она у нас тут оказалась вот с этими задатками там в этом возрасте и так далее она была бы совершенно идеальным таким студентом в моем понимании идеального студента легкая веселая снялась поднялась энергии много пока как бы цель поставлена идем к цели нам а вот вот идеальный был совершенно у меня студенток но я не знаю если она хочет школе преподавать ну в школе нельзя быть без языка больше того в школе там немножко другой язык понимаете там же дети они говорят во-первых на немножко другом языке во вторых они говорят как искать их сложнее понимать чем допустим там иммигрантов из россии индии там еще откуда-то которые сидят у компьютера знаете это я считаю что в школе работать нужен язык гораздо более изощренные чем вот так просто вот как мы тут все хотя это все возможно и всех кто хотел быть учителем все все стали учителем там денег особо нет давайте вы можете работать вот вчера я показывал девочку которая учитель и там кто-то написал тоже что она приехала сдала там на педагогический сертификат и пошла работать 40 тысяч ну а что 40 тысяч примете и все и вот ну да бенефит это конечно вот а почему не 80 почему не 100 этим маркетолог я боюсь такая мы не знаю так много деталей но я боюсь что маркетологом это надо заново учиться потому что все таки это другая страна другая культура другой мир вообще все другое плюс на маркетолога много желающих из местных вот я бы сказал их перебор желающих из местных вот по бизнесу там по маркетингу по human resources вот это вот вот все хотят вот туда и там действительно есть из кого выбрать поэтому это очень такая конкурентная такая область не знаю понимаете я приводил пример что я все-таки не тоже там знаю все все что на свете происходит я стою на углу со здоровенной клизмой ведерной давайте если вы там тебя что-то но не проходит мы поставим клизму пройдет но если у тебя гланды например я так те может клизма только во бред быть понимаете или голова болит не мы можем отвлечь клизмой знаете на более идет другое место и вроде уже голова пройдет так тоже бывает но не знаю я из своего уголка вот из моего окошка из которого я смотрю вот на на эмиграцию значит я я бы сказал что они оба совершенно идеальные там тестировщики при всем при этом может сложиться еще раз не абсолютно ничего не прописано заранее может сложиться в самом неожиданном варианте и совершенно обязательно в плохом может быть очень хорошим могут возникнуть за этот год какие-то знакомые какие-то идеи какие-то мысли вы что-то где-то прочитаете там и так далее и с кем-то познакомитесь и вообще все решится без того чтобы даже там как-то задумали сильно вообще на эту тему это тоже часто так бывает поэтому посмотрите значит у вас будет радостный я надеюсь у вас будет радостный такой опыт с вашим мальчиком который приедет и стрепенец тут то есть он может быть у вас и там не квелый но я другом говорю то есть вдруг у него появится столько дорог здесь и столько возможностей для роста что я думаю вам будет приятно вот вот в этом смысле вот то есть его надо будет университет как бы там хорош подобрать значит ему нужно будет там пару лет поучиться в школе с тем чтобы там английский и экзамены сдать и попасть в хороший университет и так далее то есть вас будет много вот таких вот забот интересных вот у вас будет как бы сказать такой прогресс яркие заметные радостные вы начнете с какой-то относительно низкой планки вот и потом каждый там ну полгода год у вас будет больше денежки у вас будет лучше английский у вас будут какие-то позитивные изменения происходить и нам скажем на ближайшие лет 5-7 вы будете хорошо заняты так продуктивно такими вещами которые дают результаты которые радостные и все время будут какие-то новые перспективы открываться вот я вижу ваш путь таким но но опять его я я могу только так и своего опыта и что тут вот это письмо энергетика письма патьяне могу так как в кинофильме шанель номер 5 пожевал вот но я чувствую там как бы энергию человека в тексте и так далее очень много знаете когда распечатываешь и читаешь очень многое приходит к читающему вот виду надо свернуть я на на потник врачу от стиля от орфографии там и синтаксиса от запятых там пробелов и так дальше тогда читаешь и как-то тяжело становится здесь и совершенно изумительный текст вот и так написан хорошо поэтому чувствуется некий класс вот и люди у которых есть класс не должны беспокоиться о всякой ерунде понимаете их их вытащит их вынесет они у них у них собственно и шансов никаких нет на прокол то что этот класс он их вытаскивает они могут вообще не думать на эту тему я помню когда мы только приехали и ну тут сколько это было наших ребят однокашников по институту связи которые здесь уже были лет десять ну то есть уже серьезные были матерые чуваки они уже там у них папа много там домов было тогда был бум не в недвижимости они там все приобщились значит у них они уже были состоятельные там миллионеры почти все и они вот мне там я вот как-то с переживаниями знаете вот вот то же самое что как бы нормальные люди все испытывают переживают но и и они меня все так знаете так по плечу там хлопают мишка дать одни волнуйся ты гэтмой чё ты да нормально все будет вообще не думая на эту тему это не это не твои проблемы то что вот сейчас это все переживает вот поэтому и действительно так и сложилось поэтому это хорошо это естественно это хорошо что либо ребята переживают но нормально все будет все будет нормально главное вот не ощущать что вы своим присутствием осчастливили эту страну и не выпендриваться да вот ведь не выпендривайтесь товарищ иванов со своей опассионатой вот так что я я на самом деле уже за вас радуюсь поэтому вот приедете приходите мы с вами видео сделаем счастливо